короче зай если это и вот есть полный пиздец а это еще хуже понимаешь короче мы сегодня с утра ну как мы сегодня съезжали да мы пять дней получается были в евпатории и ну соответственно нам 7 до 12 нужно съехать все короче ну мы где-то часа за полтора за два альберт ну сюда вы собираться вот я круче собрала все вещи пока там альберт тоже там у детей вот я короче там собрала все вещи все это делаю вместе там с заправлениями кровати до чтобы все было чистенько после себя оставить пока все собрали все сумки альберт нам суп уже в машину я взяла метелку подмела ну дети бегают ну дети бегают короче же все раскидывают ссорят там всякими ну естественно все это на пол падает я давай короче все это собрала подняла чистенько все оставили все собрали вышли ящик перед выходом зашла к ним в номер да у них трое взрослых как бы один ребенок у нас двое детей да а вот которые бегают бесятся раскидывать все крошит всякими чипсами и так далее я перед выходом короче пред выездом я зашла к ним номер думаю ёбаный в рот здесь чё блять бомба взорвалась атомная просто а не просто такой свинарник просто нереальный везде все раскидана вся посуда короче не не помыто сковородка грязная короче ну как пожрали вот все что сколько пять дней не жили они ничего за собой не убрали не протерли не это пиздец полный короче ну и мужа все сдаем а еще к тому что они ключ потеряли один от квартиры это ты им потом 2 дали ключ а вот и короче это и мы ну мы значит уже выходим уже садится аля она уже вообще в машине сидит вот они пошли видимо ну хозяева пошли в эти квартиры вот и выходит ее муж но они муж и женой выходит муж говорит я ну ребят вы чё типа гоните что ли ну как бы вы чё не могли за собой убрать это чё за свинарник вообще вы оставили я так знаешь ну перепугалась думаю блин думаю я вроде все убрала такая зачем их неудобно стало я смотрю у меня там у нас там ну да а я смотрю блин у меня три тарелки не помыто я думаю блин что так неудобно дум пойду быстро помоем этом три тарелки 2 не знаю там две вилки короче ну просто быстро собирались я про посуду забыла вот я забегаю короче но и стоит это ольга хозяйка игру игру я посуду грызом было помыть антока танинки поставьте не надо гать типа я сама год помой ничего страшного ну вот я такая вышла короче а муж не такой ну такой знаешь как сказать ну со словом в карман не полезет так скажем да он начал тип вы чё не ну как бы геши вышел геши смотрит чуть-чуть геши взять то но ребенок 17 лет ну как бы 0 альферт ребенок будет ребенком еще вот и короче ну понятно вот и короче это ну она его типа кишите разберись но я выхожу такая ну блин пойду все-таки помойте три тарелки как-то неудобно я быстро пошла короче быстро помыла все все раковину протерла все это идеально вот но все-таки ну короче дальше я выхожу и как бы слышу разговор о том что сломан пульт вот пульта телевизору короче не то чтобы сломан крышка который закрывает батарейки она потеряны и нет но естественно пульт новый просто надо покупать ну как южный будут сдавать то у них все идеально понимаешь это не какой-то совок а именно хороший офигенный номер хорошей мебелью с хорошей ну вообще офигенный самые дорогие номера короче у них ценовая все чистенько так аккуратненько все то есть нигде никакой ржавчины никакой никакой знаешь там потертости все прям идеально вот и короче муж начал наезжать типич она короче прикинь села в машину просто закрылась в машине прикинь сидит я подхожу грызает слушаю там как бы вы пульт сломали игру заплати за пульт ну просто только так говорит ну пусть тогда не платят за пульт и грызает заплати за пульт вот этот к чё там типа это робик просто потерял гиша иди поищи там типа эту крышку геша пошел искать игру посмотреть игру может в диванах завалилась может под диванами не знаю где ну не могла же крышку идти пешком куда-то в итоге короче крышку не нашли ну вот и ольга видит они видят что она как-то знаешь так ну не доброжелательно знаешь так пытаются увильнуть от всего этого и плюс еще второй ключ потеряли прикинь не могут еще второй ключ найти от квартир то есть замок надо менять это вот опять тоже расходы напишешь потом пятно на диване там диваны новые прям но видно их что они такие хорошие новые диваны а вот я как ну я специально вот покрывала покрывалом диваны закрывала чтобы вдруг если дети чуток капнут там арбузом или еще ну чтобы не было ни пятен ничего пятна это же тоже химчистка понимаешь в итоге короче олендка я не ставила там пятно и вообще там ни одна короче было в общем ольга подходит коляне и говорите по ну вот давайте типа там платите олендка выходе демонстративно такая блять королева ютко что там типа а я я не видела чем было в квартире улице мы вообще разговаривали по моему с олегом с этим ну мужем ее ольгиным ну типа как бы мутки в недоумении находимся чего вообще блять происходит я бы за это заплатит эту штуку они к типа ну заплатите нам тысячу рублей да там этот пульт и за пятно то есть химчистку надо вызывать то есть могут не можем сдать номера блять номер вот в таком пол состоянии как бы люди жили всего пять дней это пиздец а это просто пиздец не видела что там просто это просто пиздец короче в итоге вот эти короче просто выбегает ольга я не знаю что там происходило номере я думаю да я думаю да я думаю она то ли нагрубила то ли может это послал то что ольга визе рошина и блять выбежала из номера не просто начала но возможно да ольга вышла визе рошина выбежала зерошина и номера и просто начала открывать багажник машины типа я тоже сейчас блядь заберу ваши вещи тоже что-то испорчу я вообще не пони мне блять такие глаза я блять не понимаю что происходит алиана типа чего вы делаете начинает выталкивать ее короче от машины такая на меня смотрит и рэн ты представляешь что происходит и рэн а я блять стою в смысле что происходит я и бучу происходит вообще игру ну я так это я круто что типа давайте успокаивать не надо там потом а алиану короче разрывает ей футболку да и спальберт не вступился это был бы пиздец просто понимаешь алианок а этот кричит мы сейчас ментов блять вызовем алиана разрывать ей футболку алиана поворачивается а потом короче она ольга берет она готова не уедете отсюда пока не заплатите открывает алианину машину садится машинам до задней с ней там робик сидит на другом седу рядом и как бы я тоже этого не видела понимаешь но неужели бы человек ну как бы эти они нормальные люди они но мы тоже не ебанутые мы знаем мы видим как бы людей нормальных они нормальные люди не не какие-то неадеквашки блять она пора это единстве да и среди это единственные нормальные люди из всех блять куда мы заезжали вообще дома вот в эти они нас как они как как они нас встретили они нас просто понимаешь они пока убирали там номера мы мы про они нас пригласили за стол налили нам чай вкусный принесли нам 2 арбуза блять прикинь то есть типа вот пожалуйста угощаетесь там туда-сюда нас нигде так не встречали над прикинь и после вот этого так людям блять отнестись просто как в хлев блять какой-то прикинь люди зашли вообще не поняли чё бля происходит просто но это их собственность они в эту душу вкладывают понимаешь это не какой-то там не какая-то забегаловка аля там типа коммуналка блять какая-то где блять все хер знает как и короче алянка почему я должна там вообще убираться в смысле за одну что значит блять как то есть игру в принципе это нормальная история даже когда ты снимаешь жилье просто на долгосрочный да вот мы квартиру снимаем с нас берут депозит если мы что-то испортили имущество какое-то соответственно с депозита блять вычитается за сломанное за как бы за порчу имущество в итоге короче а вот она ольга садится сзади типа его никуда не уедете пока не оплатите и алянда к взгляду то будет вы что ударили моего ребенка вот зачем вы ударили ребенку я не уверена что она блять не ударяла ребенка смысле как она могла ударить это что за бред она просто села в машину в итоге короче она выходит ольга выходит из машины она а то и футболку же порвала аляна в платье такая я тогда вам тоже типа ольга ну аляна стоит спиной но где он туда тоже берет аляне в рвет ну как бы растягивает платье сзади крови ну как бы порвала там такая ирэн это вообще нормально вы чё типа вообще как бы вы нормальные тип такая садится блять за руль и просто уезжает ребёнком она уезжает в конец города я думала но она куда-то там это она говорит но им потом рассказывал как она ехала я эти потом ну я так нормально дать ехал хуй знает как он там нормально ехал единственное там на круговом движении затупила ну это ты его ебаться вообще могла блять ты с ребенка я горюля ну ты блять сейчас тебя блять вот такие поступки ты совершаешь общение осознанно как это уже взрослая девочка вы это должна уже понимать не вот и с ребенком с маленькими вот куда нахуй без прав хуйнула вообще его во первых оставила братика своего да то есть она ну грубо говоря как попечитель просто попить под попечитель блять попечительством человек находится со своей девушкой они оба малолетки блять понимаешь она просто его оставила решать вопрос и свалила нахуй понимаешь они просто свалила блять вообще стоим в шоке просто потом в итоге выходит по другому как бы мы могли в принципе мы могли бы заплатить за это все сюда но а нахуй нам это делать просто зачем ну что блять портили что-то нет это не мы ну почему если она отказывается платить почему мы должны это делать не грубо говоря насрали там пропадать а нести ты видела что там в квартире в это проебать такое чувство как будто там я не знаю даже не могу ничего сказать что там делали короче в итоге в итоге короче он ходит девушка гешите поскольку нам заплатить от к 1000 рублей на дает 1000 рублей просто с альбертом идем но я смотрю ольга короче расплакалась вот мы короче идем туда заходим к ним в дом туда где они живут но извинились укройку пожалуйста извините нас игру что так получилось я вам это люди блять просто такие она год нет у него там вообще нет никаких претензий типа все хорошо нам очень понравились много тут эту бит это же просто свинство ну поймите нас и году я говорю я блять вас не понимаю вообще в полностью вот игру мы к вам обязательно приедем на года год приезжайте к нам только блять без таких друзей но мы еще там извинились там все до свидания ля-ля-ля ну хули мы поехали искать прикинь на нашей маленькой машине геши маша альберт я дети ну то есть марк ева марк на мне блять едет это просто пиздец то ей она такие звоню еще на блять не берет меня трубки это вообще пиздец другие они до нее дозвонся груза это вообще нормальная блять и в груди ты вообще блять нормально это чё делаешь ты что творишь вообще ну короче в итоге мы а я будет и где-то я на том пляже где типа мы где заезжаем в евпаторию его ёб твою мать как-то сюда туда добралась почему-то доедем она стоит я даже припарковалась не буду ты не припарковался просто тупо повернула нахуй заехала и остановилась вы паркуются по-другому а вот я говорю ну я выхожу я отвела игру за игры вы неправы как бы признаешь что в неправ смысле в чем мы неправы они они-то начали меня оскорблять типа вот вы свиньи вы ведете себя к свинью гону блять если это так есть его надо было бы я говорю люди же игры люди же конечно да она же не они же не просто так себя начали вести ну конечно она им сказала типа я не буду блять платить ничего и соответственно на они были начали как бы все это это нормальная реакция людей вот и короче на этом и она стоит прикинь еще доказывает недоказуемая хуй знает ну то есть не признает вообще в том что но альберт потом подошел начал там объяснять она наш делать вид что она блять не слышит знаешь ткану по ним ну типа это беды мне дать вообще похуй как бы я мужчину еще могу же взять свою семью и съебнуть отсюда он куну и уезжаете типа ебанутая понимаешь нет головой проблем ни одного блять ни второго блять ни третьего нет прав не вообще ничего смысле не уезжайте а и чё блять если вы можете так поступить типа уезжаете обедать но вообще-то как бы наоборот я вот как раз таки и не могу так поступить блять как вы блять поступаете как вы себя ведете ну и альберт короче альберт на счет их улице метод ботву горит вообще потому начинаешь какую-то нести блять ну начал качи на нее наезжать она села опять машину блять закрылась там сидит это полный пиздец они это прилип подный пиздец в итоге мы приезжаем и короче едем слава богу мне наладилось настроение от красоты которые мы проезжали там фоткались везде останавливались то сюда в итоге мы приехали сюда где вот это ласточками гнездо лупках у юбка и так далее а тут просто нет мест нигде блять могут куда у звонили на сколько этот итоге опять занимаемся этим мы никто к никто блять ничего не ищет понимаешь мы оба за рулем блять и мы этой хуйней занимаемся мы едем ищи ее по твою мать мы вот ездили че ну и чё ну как бы мы расположились в машине нам нахуй не привыкать над кому что в машинах будем спать угадал а крутись какие-то варианты как так мне нужно помыться мне нужно то мне нужно это мне ребенка надо покормить давайте куда-нибудь заедем бегу научи в чем проблемы блять они и в тихом нахуй ужасе хотя нет каком тихом я в ахуй просто у меня нет слов и мы вообще с альбертом в таком шоке находимся они ёбнулись те отвечаю то есть не они не ёбнулись нет это плюй она ведет себя как королева со мной не надо так разговаривать а ты кто блять ты кто вообще нет нет я думаю что не смотрела не не узнала она и она бы сказала уже давно бы не не узнала а ты не представляешь как мне было стыдно ты просто не представляешь мы с альбертом чуть-чуть от стыда не провалились сквозь землю честным вроде наш как вот как говорится там делает один человек остыдно тебе вот 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 это просто жесть хотя мы да мы в свою очередь как порядочные люди в принципе всегда к людям относимся неважно кто этот человек всегда относимся к нему по-человечески вообще в любом месте но как правило в любом месте нужно после себя оставлять только хорошее впечатление всегда причем мы как бы с альбертом решили что мы еще приедем к эти к ольге и коллегу потому что нам очень понравилось и отношения и сам номер крутой и тут прикинь просто ну как бы собер много все еще приедем ля-ля-ля и тут прикинь такая херня происходит но мы же извинились там то есть они говорят ребят мы вас ждем но только без таких друзей а 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